Пластмассы на основе полиэтилен терифталата, PET или PETF, очень трудны в утилизации, а если учесть, что из них делают массу всего, например, емкости для всевозможных жидкостей, в том числе и пищевых, и волокна для одежды, то можно представить, сколько PET-пластмассы без всякой переработки накапливается в природе. Альтернативой трудоемким и энергоемким химическим методам утилизации могли бы стать какие-нибудь организмы, способные разлагать PET, но до сих пор на это был способен только один единственный и при том достаточно редкий грибок. Однако недавно японским микробиологам удалось найти бактерию, названную Идионелосакоэнсис 201F6, которая разлагает PET-домономеров. На то, чтобы разрушить полиэтилен терифталатную пленку, бактериям достаточно 6 недель при 30 градусах Цельсия. Ключевую роль здесь играют два фермента, про которые пока не ясно, как они вообще могли появиться у микробов. С технологической точки зрения Идионелосакоэнсис удобнее в использовании, нежели вышеупомянутый грибок, остается только надеяться, что новая бактерия не выйдет из-под контроля и не оставит человечество вообще без пластмасс.